Глубоко уважаемые коллеги, поскольку у меня тематика такая очень ясная и короткая, поэтому я позволила себе немножечко остановиться на введении. И хотелось бы немножечко вернуться. Можно? Да, можно давно было уже поменять батарейки, но это неважно. Можно я сама буду переключать? Во-первых, еще раз хотелось бы поприветствовать наших коллег. С огромной благодарностью, что они смогли приехать и принять участие в нашем онкологическом форуме, который мы, нашу онкогинекологическую секцию всегда проводим с поддержкой Европейского общества онкогинекологов. И когда я готовилась к своему выступлению, я ответственно к этому подошла и постаралась найти ссылки на работы наших известных коллег, к которым нам посчастливилось, которые участвуют сегодня в нашей конференции, и Майкл, и Леона, и Мэтью. И по перекрестной ссылке я перешла как раз на сайт ЭСГО, где есть возможность увидеть, если вы член ЭСГО, какие-то в открытом доступе там есть. В открытом доступе есть их лекции, великолепные, state-of-art презентации, которые можно посмотреть, еще раз прослушать. Какие-то даже есть в форме ППТ-презентации. То есть общество полностью открыто для нас и всячески идет навстречу, очень хочет сотрудничать и всячески помогать и Российской Федерации. Не знаю, насколько на самом обществе есть ли эти презентации веб-каста, но, по крайней мере, то, что мне удалось, видимо, общество сотрудничает и с ЭСГО, поэтому через ЭСГО сайт можно выйти и на презентации этого европейского общества, которое занимается проблемой лечения трофобластической болезни. Это ссылку, которую вы прекрасно знаете, и то есть можно перейти. Мы очень надеемся на сотрудничество. Мы уже свидетели вот этой вот большой работы, Светлана Анатольевна, Анна Игоревна, Гульфия Медхатовна, Диляром Хамидовна, не дадут соврать, когда у нас вот мы столкнулись с трудным случаем, трофобластической болезни, и, в общем-то, с большой дилеммой столкнулись в лечении этой пациентки. Майкл со своей группой подключились, мы организовали такой мощный тумаборд, и прямо, ну, ответ был практически на следующий день, через день. И вот мы совместно смогли решить эту проблему, и очень надеемся, что мы дальше будем с вами сотрудничать. В отношении моего доклада, в отношении стадирования, здесь, в общем-то, есть все доступные ресурсы, и уже упоминалось в предыдущих докладах, в отношении классификации трофобластических болезней, в частности, всем доступна классификация ВОЗовская 2014 года. Если нет у вас в PDF-формате, пожалуйста, я готова высказать, кому необходимо, где современная классификация, полный частичный пузырный занос, хорионкарцинома, инвазивный-неинвазивный пузырный занос, и в соответствии с классификацией гистологической классификации. Также, в принципе, опухоль классифицируется и по ФИГО и ПТММ системе, и она категорически отличается от традиционной для нас классификации онкогинекологических опухолей. Здесь опухоль, если это ограничено маткой, то это первая стадия. Все, что больше, уже дальше, соответственно, вторая, третья стадия. Третья стадия метастазы в легкие. И здесь третья-четвертая стадия по ФИГО отличается в зависимости от локализации метастаза. Метастазы в легкие или в другие органы. Но очень важно в классификации данной опухоли вот эта вот шкала факторов риска. Вот это основной ключевой момент, на который необходимо полагаться в планировании лечения этих пациенток, который тоже, в общем-то, доступен, если у вас на столе лежит классификация ВОЗовская 2014 года. Соответственно, каждую пациентку вы в соответствии с этой классификацией рассматриваете и укладываете в то или иное количество баллов, рассчитываете эти количество баллов, и это дальше послушат теми рамками, теми ограничениями для выбора соответствующей тактики лечения. Поэтому, в общем-то, что касается тематики классификации стадирования, в общем-то, это все, и это доступно и на сайте, и в руках, и есть это русскоязычные версии. Если есть необходимость, могу выслать вам в PDF-формате эти классификации. И поэтому не хотелось бы очень много на это занимать время, и хотелось бы предоставить дальше слово следующим докладчикам, которые будут уже говорить детально о лечении трофобластической болезни высокого, низкого риска, ниши хирургического лечения в лечении трофобластической болезни. Поэтому вот таким вот образом я построила свою краткую презентацию, и хотелось бы передать дальше слово. Спасибо. Продолжение следует...